МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь, теперь по средам, программа Культ Просвет. Напоминаю, что теперь мы будем встречаться именно по средам, не по пятницам. И в рамках наших дискуссий мы продолжим нашу попытку найти общее культурное пространство. Уже не один сезон мы пытаемся совершить этот подвиг в латвийских условиях, в условиях общества, которое разрознено по целому ряду критериев, в том числе и коллективное прошлое или культурная память. Именно поэтому в этом сезоне мы вместе с Институтом Геоты попытаемся все-таки, несмотря ни на что, на препятствия, на предвыборную истерию и так далее, все-таки искать культурные точки соприкосновения, находить и личности, и события, и процессы, которые могут помочь нам создать или воссоздать общее культурное пространство. Без него гражданское общество функционировать, как мы знаем, не может. Вы всегда часть нашего разговора, нашей беседы, нашей дискуссии, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, звоните по телефону прямого эфира. Телефоны следующие. 6721-2939 и 6721-3939. А также посылайте свои размышления и задавайте вопросы по номеру WhatsApp и SMS 2061-91. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копень, сегодня помогает нам обеспечивать техническую сторону эфира. А в гостях у нас социолог Владислав Волков. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я очень рад, что вы нашли время в самом начале учебного года к нам присоединиться. Лето, как известно, было жарким не только с точки зрения погоды и температуры воздуха, но и политические температуры тоже резко поднялись. Я думаю, что в этом году мы особенно, как общество, много уделили внимания советскому прошлому, уделили внимание по-разному. Мне кажется, мы можем говорить о разных формах, о разных версиях и о разном качестве отношения к прошлому. Поэтому вы, как исследователь коллективной или культурной памяти, я думаю, могли бы и нам сейчас попытаться набросать такой, скажем, эскиз памятийного ландшафта Латвии. Как он выглядит? Где есть разломы? Где есть трещины? Где есть какие-то, может быть, взрывы, тектонические сдвиги? Где у нас болото, затишья и так далее? Да, действительно, это очень актуально, связать проблематику коллективной памяти или исторической памяти, или социальной памяти с современностью, или с теми событиями, где мы живем, которые мы переживаем, и с этим так называемым латвийским контекстом. Но, понимаете, я все-таки преподаватель. И для меня важно прежде всего посмотреть, ну что называется классическое понимание, «А что ж такое память? И что ж такое социальная память?» И вы понимаете, вот если мы обратимся просто к словарям, даже к тем, которые, ну вот, очень легко доступны, например, к Википедии, мы действительно увидим, что, вот, например, такое понятие, как социальная память, как историческая память, коллективная память, в принципе, употребляются как синонимы. Но, в отличие от такого понятия, как память, которая фактически является таким способом накопления, сохранения или воспроизведения информации, если мы говорим об обычном определении памяти, вот что ученые и, может быть, даже те люди, которые заняты формированием текстов, например, в Википедии или в общественном пространстве, какие они вносят акценты, особенно сейчас. И вот на что я обратил внимание, то, что я, честно говоря, раньше не замечал. Вот если вот обратиться к этим понятиям, которые, например, в Википедии, там делается акцент, что коллективная или социальная память, это не просто память группы, например, о своем прошлом, или память общества о своем прошлом, а это определенная система определенных социокультурных методов и институтов уже, которые контролируют важные для настоящего момента социальные знания, и которые нужно в определенном контексте передавать будущим поколениям, или, по крайней мере, перетранслировать для всего общества. То есть сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, что фактически вот это понятие историческая, коллективная или социальная память фактически рассматривается как определенный набор методов по, извините, формированию, селекции сознания, скорее всего, видоизменению, ну, извините, все-таки, наверное, и здесь можно и употребить, привлечь такой термин по определенным манипулятивным практикам. Вот на это, это можно увидеть вот в современных текстах, которые, в общем-то, говорят, или которые пытаются разобраться, или которые пытаются фактически дать какие-то посылы, какие-то сигналы для общественного сознания. Но, если честно говоря, вот более глубокий текст, вернее, пласт взять литературную Википедию, обратиться к тому, что мы фактически, как исследователи, используем в нашей науке, да, вот в социологии, например, или в культурологии, то там, конечно, акценты, они более, я бы так сказал, гуманистические, более грамотные. Социальная память, то, с чего я начал, фактически, историческая память, она понимается прежде всего как способ такой вот исторической формирования идентичности социальной группы. Это все-таки, это обращенность к субъекту, группе, этнической, культурной и так далее. И вот с этой точки зрения, я считаю, зная о том, что есть классическое понимание, то, что есть в словарях. И вот с этой точки зрения, я думаю, уместнее как раз обращаться как раз вот к тому, что, Денис, вы назвали латвийским контекстом, да. Вот, то есть то, что я проговаривал, механизмы формирования, манипулятивные практики, важны ли фактически для, ну вот, латвийского общества или каких-то групп заинтересованных, политических акторов и так далее, да. Вот я бы, прежде всего, может быть, в начале нашего разговора, я хотел бы акцентировать вот эти позиции. Есть наука и есть то, что у нас фактически, ну так скажем, воспроизводится или пытается воспроизводиться в общественном и политическом сознании. Попытаюсь сейчас обобщить то, что вы упомянули. Если я правильно понял, то коллективная или культурная память, с одной стороны, является содержанием прошлого опыта, который передаётся следующим поколениям, это необходимо для того, чтобы культурная группа или община вообще могла существовать. Без памяти мы просто будем постоянно учиться изобретать колесо. Для того, чтобы этого не происходило, мы каким-то образом ускоряем этот процесс. Далее вы упомянули, что память – это всё-таки всегда о настоящем времени. Я думаю, что это очень важный акцент, если мы говорим о памяти в политическом пространстве, потому что политика, особенно сейчас перед выборами, это мышление, скажем, в рамках ближайших двух недель. Это час икс, когда люди идут к урнам и делают свой выбор. Я очень надеюсь, что люди, какой бы выбор ни был, они всё-таки пойдут участвовать в выборах. Если память важна для настоящего, то тем самым, если я правильно понял, она соединяется с возможностью эту память каким-то образом корректировать. Вы выбрали слово «манипуляции». Да, они, как правило, звучат в негативной тональности, но если мы говорим о манипуляциях памятью с точки зрения политического, скажем, политической элиты, политических акторов, то что, по-вашему, сейчас в Латвии могло бы стать именно в области коллективной памяти, ну, скажем, фактором дестабилизации демократии? Мы видим, что демократия становится всё более и более хрупкой во всём мире. Да. Ну, действительно, если мы говорим о социальной и коллективной памяти, то, прежде всего, то, с чего я начал, это, в общем-то, память одна из форм существования идентичности, коллективных идентичностей. И покуда мы живём в многоэтническом обществе, у нас действительно существуют большие этнические общины с очень сильным коллективным сознанием, как латыши, как русская община, с сознанием, которое в том числе обращено и в прошлое, и которое всегда подпитывается и новыми исследованиями, и потребностью в этой такой информации. И, естественно, проблематика вот здесь коллективной памяти всегда выходит на проблему идентичности, то коллективную или индивидуальную, то, что вы найдёте действительно во всех солидных текстах. И поэтому говорить о памяти коллективной или социальной, в том числе и вот этнической памяти, мы всегда будем обращаться к проблеме, насколько этнические группы, например, здесь в Латвии или общины чувствуют себя, свою жизнь, свою историю, своё пребывание полноценными, насколько действительно они считают, ну, так скажем, что их жизнь, что их жизнь действительно носит вот такой вот полный, насыщенный характер. Нет ли здесь ущемления, нет ли пренебрежения, ну, так скажем, вот этой идентичности и так далее. И, естественно, вот вы меня представили как социолога, конечно, в данной ситуации у меня достаточно много данных по моим исследованиям, в том числе, которые носят и общий латвийский характер, и по исследованиям, которые проводили другие латвийские социологи и политологи. Как раз вот когда изучается вот это вот пребывание различных коллективных идентичностей и фактически вот эти практики воспроизведения или манипуляции коллективных идентичностей других этнических групп, замалчивание, например, или, ну, так скажем, неинтереса, или откидывание их куда-то на маргинальные позиции и так далее. То есть мы видим, мы видим структурирование различных коллективных идентичностей этнических здесь в Латвии и, соответственно, структурирование и субординацию различных форм социальной коллективной памяти различных этнокультурных групп. Я бы так сказал. Вот если мы, так скажем, говорим о главной проблематике, да, и мы видим выстраивание вот этих иерархических, фактически, ну, так скажем, моделей для существования памяти различных этнических групп. И вот здесь, я считаю, существуют, в общем-то, главные проблемы, существуют главные опасности, ну, которые, в общем-то, конечно, противоречат и либеральной идее с посылом справедливости, да, и с необходимостью поиска и компромиссов между различными интерпретациями, в том числе исторических событий и своего места в этих исторических событиях, и так далее. И отсутствие, ну, я считаю, практически диалога, не только на экспертном уровне, но и на уровне, ну, так скажем, межличностного или межообщинного взаимодействия. А это мы действительно можем видеть по исследованиям данных исследований, когда фактически в обществе, ну, мягко говоря, нет интереса, ну, например, ну, к проблематике, которая связана с этническими меньшинствами здесь в Латвии, с историей и так далее. Мы это видим по данным исследований. И в этом, я считаю, конечно, для целостности общества, для существования такого, ну, знаете, очень дружелюбного пространства, так скажем, многокультурного общества, я считаю, именно здесь существуют проблемы. Понимаете, и здесь, ну, что называется, мы не первые, что называется, в качестве такого не совсем удачного примера. Это вся либеральная классика, это вся классика того, как, в общем-то, каких опасностей нужно, какие опасности нужно преодолевать, по крайней мере, на какие проблемы не стоит, ну, так скажем, обществу, каким проблемам не стоит входить и так далее. Это все известно давным-давно в науке. Так что то, что мы не обращаемся, ну, вот, к наиболее таким, что называется, наиболее адекватным формам взаимодействия общин, и в том числе коллективной памяти, я считаю, здесь, конечно, главная проблематика. Вы упомянули целый ряд, мне кажется, очень важных понятий. Среди показателей качества вы упомянули присутствие компромисса, а также идею справедливости. Когда эти идеи отсутствуют, то тогда как раз появляется то, что вы говорите. Это отсутствие диалога, отсутствие интереса. Конечно же, подобные причины нужно искать в прошлом. Можем ли мы все еще говорить о советских корнях подобной памятийной политики? Или же это что-то, что было и еще в 30-е годы? Мы можем каким-то образом бросить взгляд и на авторитарный период? Или же все-таки опять это период советской власти? Где, как вам кажется, корни подобного отсутствия диалога, интереса по принципу «нам да, а вы подождите». Все то, что вы упомянули как как раз отсутствие справедливости или, скажем, желания или в какой степени уверенности в том, что можно позволить себе и присутствие других культур и их памяти в публичном пространстве. Да. Дело в том, что вот сейчас я как раз готовлю цикл статей по мультикультурализму, и снова я вот в частности в эту проблематику, ну так скажем, достаточно плотно интегрировался. И когда вот смотришь, читаешь, анализируешь работы очень известных западных авторов, которые, так скажем, придерживаются и либеральной концепции общества, мультикультурного общества, видишь, что в принципе даже американцы, канадцы, например, британцы, они достаточно критичны вообще-то, да, к своим обществам. Они показывают, что есть очень много проблем. И даже в условиях, ну так скажем, демократического, даже западного такого варианта, казалось бы, который имеет очень длительную историю, и там существует очень много проблем. Поэтому то, что вы сказали, например, где мы можем искать, вот так скажем, вот это вот, такие негативные чувства по отношению к другим этническим группам или форумам культурной памяти, или советский этот период, или период авторитаризма, нет, извините, все общество не свободно, на самом-то деле, от, так скажем, вот этих проблем. И фактически, если мы знаем, что теории и либерализма, и мультикультурализма создаются, это, честно говоря, не на восточноевропейском материале, и не на азиатском материале, где таких обществ, огромное количество, а именно, извините, на западном материале, то это есть рефлексия, фактически, тех проблем, которые, в общем-то, в том же британском, канадском, американском обществе существуют. Нет, ну, в истории Латвии, конечно, мы можем найти очень много таких вот, ну, так скажем, лакун, да, или каких-то исторических эпох, когда действительно вот эти, ну, так скажем, столкновения коллективных идентичностей, когда манипуляции коллективными идентичностями, субординирования, они были, да, действительно, это, вот это каждое, что называется, историческую эпоху стоит рассматривать, тем более, что за 20-й, 21-й век, ну, просто, ну, знаете, вот этот калейдоскоп вот этих различных исторических периодов, он действительно, ну, так скажем, внушителен по сравнению, например, с теми же западными странами, где фактически 20-е, вот если классические демократии посмотреть, французскую, там, британскую демократию, ну, вот практически вот такое, знаете, вот что было в конце 19-го века во Франции, в принципе, те же самые, так скажем, тенденции, да, они реализуются сейчас, но у нас-то в Латвии совершенно по-другому, понимаете, да. Да, у нас было множество сломов и резких тезур. Конечно, конечно, в этом плане, конечно, действительно, общество, оно так вот фрагментировано, и, естественно, коллективная память фрагментирована. Для меня, как исследователя, да, очень важно, ну, например, вот важно именно в научном плане, насколько фрагментирована, например, коллективная память русского населения, что многие очень интересные вещи, которые были в эпоху думской монархии, в частности, да, насколько они были забыты уже в период Латвийской Республики, межвоенной Латвийской Республики, как вот период Латвийской Республики забывался очень активно в советский период и так далее. Но многие вещи мы действительно, вот сейчас мы, ну, вот если вот посмотреть на русское население, мы пытаемся выстроить такую, ну, что называется, такую линию непрерывного развития, линию непрерывной исторической памяти, конструирования своей, да, ну, насколько сложно вот этот идет процесс, потому что, да, действительно, даже по статьям научным мы не видим вот такого, ну, полного взгляда на становление вот этой русской исторической памяти или исторической памяти русского меньшинства здесь в Латвии, начиная вот с старских времен, потом вот, ну, вот эпоха независимости, советский период и так далее. То есть здесь в науке очень много еще лакун, очень много проблем. А что уж говорить об общественном сознании, например, да? Я напомню нашим радиослушателям еще раз телефоны прямого эфира, по которым вы можете нам звонить и оставлять свои комментарии, задавать вопросы сегодняшнему гостю Владиславу Волкову. Телефоны следующие 67212939 и 67213939, а также номер для сообщений на WhatsApp и SMS 2061-91. Мне остается также добавить, перед тем, как мы продолжим нашу беседу, что она происходит в рамках проекта Института Гёте «Разные воспоминания общее будущее». И проект этот проводится как часть цикла мероприятий, который финансируется Федеративной Республикой Германия из дополнительных средств бюджета 2022 года для уменьшения последствий агрессивной войны России в Украине. Вы упоминали о необходимости или о желании русскоязычного общества здесь создать некоторую непрерывную линию коллективной памяти, но не является ли это противоречием, ведь история множество раз прерывала эту нить. Таким образом, получается, что, скорее всего, нам нужно, может быть, обратить наши взоры и на такое явление, как забвение, что есть часть памяти. Да, это безусловно. Забвение является одним из механизмов фактически селективных, так скажем, элементов памяти, потому что мы оставляем в памяти, как известно, то, что важно вот в данный момент. Почему? Потому что, хоть я дал определение памяти, но вот если мы обратимся даже не к психологическим словарям, а к философским словарям, ну, например, или, допустим, к теории, такой мощной теории сознания, которая дается, например, философии Георга Гегеля, он память рассматривает как раз вот как ступеньку, которая предшествует мышлению. То есть мышление это активная форма, так скажем, познания действительности в понятиях, а для этого нужны какие-то образы, которые сохранились в памяти, переработали и так далее. Необходимый материал. Конечно, а это и есть чувственный материал на уровне представления, если мы говорим, допустим, философским языком, вот это память, да, а главную, ну, так скажем, роль играет, конечно, мышление здесь, да, и в данной ситуации мышление, конечно, носит такой, ну, задает фактически в какой-то степени программу для того, что должно оставаться в памяти. Мы уж не будем обращаться к фрейдийской, там, интерпретации, ну, по крайней мере, вот такая рационалистическая, да, это активное, фактически, вмешательство в те образы, которые уже сформировались, активное означает, фактически, вот эту селекцию или выбор. Мы делаем акцент на одном, что-то мы отодвигаем на маргинальные позиции, что-то пытаемся забыть, хотя это не забывается. Если снова, так скажем, вспомнить того же Фрейда, да, вот, но, по крайней мере, здесь действительно вот это вот забывание, механизмы забывания и на индивидуальном уровне, это знает любой человек, и на коллективном уровне, и я уж не говорю на уровне вот этих политических институтов, когда действительно мы сталкиваемся с учебниками, которые фактически очень часто пишутся, ну, например, по истории Второй мировой войны. Казалось бы, они, значит, в разных странах или даже в одной стране, но такое впечатление, что эти учебники пишут о совершенно разных войнах. То есть мы это, вот, как преподаватели, конечно, это знаем, да. То есть селекция, конечно, существует, но все-таки, если вот снова обратиться к сознанию или русскому, или латышскому, люди, конечно, все-таки нацелены на что? Нацелены на такой позитивный образ и себя, и общество, и какой-то, они действительно хотят установить гармонию между собой и обществом. И всегда, всегда желание восстановить какую-то, вот, знаете, вот непрерывную цепь позитивных таких событий, позитивных элементов. Потому что мы живем не только в пространстве, мы живем во времени, а время – это как раз вот есть истории, вот если мы об этом говорим. И как раз вот эта коллективная память, она как раз обращается к этой подребности сформировать или, по крайней мере, не ухудшить вот эту нормальную жизнь человека. Поэтому мы обращаемся к тому, что нам действительно нужна история, нам нужна линия вот эта. И в том числе, которые действительно в истории пересекаются с линиями других народов и с другими культурами и так далее. Вот эта вот потребность на такие гуманистические идеалы построить все-таки непрерывную вот эту память. В Библии мы найдем массу вещей, что означает забвение и так далее, как это плохо. Поэтому вот вся, ну так скажем, вся письменная культура фактически, она направлена на то, чтобы вот эта линия, линия повествования, линия сохранения в нашем сознании, она была. Поэтому, в частности, и все этические группы в Латвии этим в том числе постоянно занимаются. Поэтому и постоянно выходят и книги, хотя не так много, конечно, и научные статьи по истории, например, истории этнических групп в Латвии. Подобные процессы создания единой линии, это во многом желание непрерывного сюжета, но ведь оно может не совпадать с реальностью, как я уже говорил, не только физическое уничтожение свидетельств коллективной памяти или идентичности войны, пожары, цензура, различные недемократические режимы, но вопрос еще и в том, не является ли это некоторой иллюзией, которую мы создаем для себя. И здесь для меня очень важный вопрос различия между историей и памятью. Ведь многие ученые говорят о том, что история враг памяти, но мы видим, особенно в нашем регионе, что нередко память проникает в исторической науке, и, увы, я должен сказать, что, наверное, в нашем регионе все еще сохранилась профессия придворного историка. Да, я с этим согласен, но я все-таки, для меня очень важно, что, для меня важно то, что, вот, например, в нашем сознании место, так скажем, полноценного исторического знания о себе или вот место вот исторических исследований все-таки недостаточно еще осмысленно, у нас слишком мало материала о себе, слишком мало дискуссий, я, например, вообще практически не встречал дискуссий между русскими и латышскими историками по, например, вот этой теме, русское меньшинство в Латвии на различных исторических этапах и так далее. То есть у нас, ну, извините, честно говоря, этого очень мало и очень недостаточно, и поэтому-то общественное сознание чаще всего обращается, ну, что называется, к folk history, что называется такой вот термин, когда историей занимаются публицисты очень часто, которые без очень часто исторического образования в YouTube можно найти огромное количество таких лекций и так далее, да, и вот мы видим, поп-история. Да, 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 то есть когда фактически настоящее историческое исследование, да, оно, в общем-то, ну, я не хочу сказать, оно маргинализировано, оно, ну, так, может быть, и да, маргинализировано в большой части именно общественного сознания, не обращаются к нему, вот я вот, например, когда смотрю YouTube, какое количество комментариев, например, на, так скажем, лекции, ну, обычных публицистов, например, да, они в десятки, сотни раз вот объем вот этих комментариев превосходит те комментарии, которые, в общем-то, мы можем увидеть на лекциях очень известных, очень уважаемых историков. Мы видим такую ситуацию, но это вот, да, реальность такая, да. Ну, я думаю, это реальность массовой культуры, потому что это, прежде всего, легко подаваемые материалы, там есть всегда что-то пикантное, конечно, конечно, что-нибудь, может быть, даже с элементами эротического или еще какие-то турки моменты, потому что это ведь всегда, к тому же, мы живем уже давно в культуре исторических сериалов, сериалов, которые, опять же, являются политическими инструментами. Но давайте вернемся обратно в Латвию и поговорим о том, каким образом все-таки возможен компромисс и памятийная справедливость. Что, по-вашему, в Латвии должно произойти, кто должен что-то совершить, чтобы подобный компромисс и справедливость могли все-таки в латвийском обществе появиться? Потому что вы упомянули в самом начале нашей беседы о том, сколь опасно для демократии подобный неинтерес или некоторая маргинализация и так далее. Представьте себе, что вы сейчас могли бы набросать такую идеальную, ну, не то чтобы утопию, а такое вот видение. Что должно было бы произойти? в идеальном что называется варианте, в идеальном варианте, по крайней мере, я считаю, что все-таки общество должно посмотреть на себя как в зеркало вообще-то, честно говоря, и должен быть открытый диалог между всеми теми людьми, группами, институтами, которые занимаются, ну, так скажем, информационной политикой, или которые говорят об этом обществе. А кто говорит о нашем обществе? Ну, это не только, извините, ученые, вот, допустим, ваши уважаемые студии, например, или преподаватели на лекциях, да, это очень важно вот этих людей привлекать, но об обществе в Латвии и не только в Латвии очень много говорят политики, очень много говорят государственные деятели, журналисты, бюрократы и так далее. И вот если мы посмотрим, содержание речей вот этих вот, ну, так скажем, групп, которые отвечают за фактические формирования или конструирование образа Латвии, мы что увидим? Вернее, что не увидим? Мы практически не увидим там, ну, вот такого действительно серьезного разговора о том, что такое многокультурное латвийское общество, какие группы там существуют, какие проблемы там существуют и так далее. даже вот, ну, например, сейчас вот у нас предвыборная ситуация, я все-таки обращусь к некоторым историческим сюжетам из прошлых выборов, когда даже те люди, которые представляют меньшинственные партии, например, на дискуссиях уже фактически, ну, так скажем, перед самыми выборами, они вообще игнорируют проблематику этнических меньшинств. Но если происходит такая ситуация, когда люди, которые должны фактически заниматься не только политической деятельностью, а они реально формируют картину Латвии, и когда из этой картины вымарываются очень важные проблемы, ну, это, ну, всегда это очень, ну, так скажем, негативный сигнал для общества. У нас есть сигнал от общества, у нас есть звонок в студию, надевайте наушники, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Я вас, если можно, я вас подкорректирую. Пожалуйста. Забыть про блогеров, у нас аудитория больше порой, чем у всех тех людей, которых вы назвали. Вы блогер. Да, я блогер. Я согласен с вами. Это такой, как социальный элемент, потому что люди не получают в традиционных средствах массовой информации, ту информацию, которая их удовлетворяла, и они все-таки склонны больше теперь уже верить блогерам. Они говорят простым языком, доступным, и нас больше. А в следующий момент, я думаю, что мы могли бы может быть вам тоже задать вопрос. Да, да, да. Скажите, а вот вы как блогер считаете, есть у вас какие-то критерии ответственности за распространяемую информацию? Ведь раз вам верят, значит, на ваших плечах определенный груз. А смотрите, не то чтобы есть, а она контролируема. Как блогер меня хватает вот мои выступления Ре Балтика, раскладывают их по буквенно, а потом мне ребята звонят с СГБ и задают конкретные вопросы и дают конкретные консультации, как себя вести. Хорошо. Я, может быть, прореагирую на вот звонок уважаемого слушателя. Вы знаете, я с чем прежде всего сталкиваюсь? Да, действительно, я, конечно, ну, может быть, просто не назвал. Конечно, это, так скажем, кластер блогеров, естественно, в качестве актора, в качестве группы такой, которая создает информацию и картинку этого общества. Но, вы знаете, вот я вот здесь хотел бы как раз вот, ну, по крайней мере, своими размышлениями довольно критическими поделиться. я вижу, что в обществе, вот то, что уже здесь было проговорено, действительно, внимание к тем текстам, которые, в частности, выдаются блогерами, значительно больше, чем, ну, внимание к таким известным историкам, экспертам и так далее. Но, ладно бы, внимание было такое, ну, так скажем, неравноценное, а я никогда практически не видел дискуссии между, ну, действительно, авторитетными людьми, я имею в виду в хорошем плане, что называется, в хорошем смысле, историками, например, учеными, социологами, конечно, конечно, и вот теми людьми, которые фактически выступают, вот в частности, в Ютубе, например, публицисты и так далее. Мы видим, знаете, что называется фрагментаризацию или кластеризацию общества, когда фактически вот эти различные экспертные группы или создатели образа, например, общества, они, извините, на мой взгляд, особо-то не взаимодействуют, да, и вот это вот отсутствие диалога внутри вот этого пространства, вот этих вот, так скажем, акторов или создателей информации об истории, например, и так далее, ну, на мой взгляд, это действительно симптом не очень хороший. Есть еще один звонок, пожалуйста, вы в эфире. Я очень извиняюсь, я просто заполню. Да, конечно. Нет, почему нету этой дискуссии? Меня вызвали, как блогера, например, журналисты. Мы сделали съемок, например, на два часа, они выдали репортаж 10 минут, и то, о чем мы говорили, совершенно противоречит этому. То есть, те дискуссии, о которых вы говорите, они будут контролируемы государством, и человек, простой обыватель, он это видит, он видит, что это ложь, контролируемая государством. У нас нету свободы прессы, она не свободна. У нас очень жесткая, скажем так, контроль над тем, что говорит человек. И это вот прям не скрыть. Проблема в том, что нету людей, кому ты веришь. У нас нету правды простому человеку. Оттуда и появляются вот эти простые блогеры из народа, потому что кому-то хочется просто тупо верить. Хорошо, спасибо. Я понимаю, что наш радиослушатель не очень доволен тем, каким образом его информацию потом СМИ обрабатывают, режут, монтируют и так далее. В оставшееся короткое время до конца нашей беседы давайте вспомним лето и снос памятника советским солдатам. Скажите, я не буду сейчас спрашивать вас об оценке этого действа, а я бы хотел, чтобы вы оценили состояние общества или состояние дискуссии до дня сноса, вот до того, когда вертикаль рухнула. Что вы в этой дискуссии не обнаружили? Ну вот, значит, когда люди собирались вообще 9 мая перед памятником освободителей Риги, в общем-то, да, дискуссий было действительно очень много. Если мы берем, в частности, вот латышский сегмент Делфи и русский сегмент Делфи, да, я специально проводил анализ, я видел достаточно, ну, так скажем, резкое, так сказать, противостояние, этническое, этнополитическое противостояние мы там видим. Но и в то же самое время, например, в латышском сегменте я видел, по крайней мере, то, что мы проговаривали, попытку пойти на компромисс, попытку фактически немножко отойти от этого главного мейнстрима, который характерен для комментаторов Делфи был, да, то есть мы вот это, вот это, по крайней мере, до того, когда, возможно, были вот такие мощные комментарии. Сейчас, сейчас, ну, вы знаете, практически никаких возможностей, вот, ну, где-то полгода, с февраля, 24 февраля, где-то, ну, мне кажется, до июля, августа не было возможности комментировать вообще события в Латвии. Причем, я одновременно заходил на эстонские Делфи, там такая возможность, в общем-то, весной была комментировать события и так далее, да, то есть мы столкнулись с такой ситуацией, что фактически, ну, вот какой-то такой информационный вакуум создается для даже самых простых таких вот дискуссий, да, но это именно то, что, в частности, подтверждает даже ту мысль, которую вот наш слушатель и фактически так или иначе озвучил, и то, что мы здесь озвучивали, да, то есть это такая кластеризация пространства информационного с разными ролями, разными функциями как раз вот тех людей, групп, акторов, которые, в общем-то, создают вот эту политическую повестку или создают, так скажем, видение или конструируют видение истории и так далее, да, то есть, естественно, неполноценность коммуникационного пространства, вот то, чем, ну, так скажем, для меня это, ну, не только вот такая политическая проблема, но и проблема научных исследований, да, и последние где-то 10-12 лет я примерно вот этим в науке, это и занимаюсь, да, что действительно вот эта вот, так скажем, неполноценность такого коммуникационного пространства, оно, в общем-то, ну, не дает возможности для таких объективных оценок, потому что мы не знаем, мы не видим полноты картины, мы не видим всю информацию, что думают люди, на самом деле. В предвыборных программах партии нет ни одного слова о создании общего коллективного памятийного пространства, ни одного, и почти нигде не упоминаются национальные меньшинства, даже те партии, которые, как вы уже говорили, в принципе, вроде бы обязаны этим заниматься. Как вы объясните коротко, я попрошу короткий ответ, как вы объясните подобные явления? Ну, видите, я считаю, что у нас в принципе принята недостаточно, ну, так скажем, такая европейская концепция и нации строительства, и понимания национальной идентичности, принята именно национальная идентичность, понимается, как латышская этническая идентичность, а вот идентичности этнических групп, которые фактически защищаются 114-й статьей Конституции, являются формой национальной идентичности. Вот мне просто я вопрос задаю уважаемому ведущему, и в частности вот нашим слушателям. Если Конституция признает, что у нас многоэтническое общество и Конституция, законы защищают идентичность меньшинств, можем ли мы считать, что идентичность этнических меньшинств это тоже форма национальной идентичности, допустимая многоэтническом обществе? Такова логика. Логика, да, а вот какая реакция, вот если я ставлю так вопрос, например, да, вы знаете, я... Когда будет реакция политической элиты на подобные... Конечно, и не только политической элиты, а тех людей, которые придерживаются, ну, мягко говоря, того дискурса, который я озвучил, да, но логика, конечно, требует именно вот такого признания, так как у нас действительно, ну, вот, вы знаете, немножко, ну, может быть, вот такого, мой вопрос может быть провокационный, да, но то, что вот такой самый обычный вопрос, который, содержание которого фактически прописано в Конституции, вызывает шок, понимаете, ну, вот я считаю, что это действительно недостаток нашего общественного сознания, политического сознания, в целом так. Благодарю, Владислав, за сегодняшнюю беседу, благодарю наших радиослушателей, звонки все еще продолжаются, но у нас уже нету больше сегодня времени, мы продолжим нашу дискуссию, я думаю, после выборов, напомню, сегодня в гостях у нас был социолог Владислав Волков, и наша тема была попытка создания общего коллективного пометийного пространства, компромисс и справедливость, темы вечные, поэтому мы обязательно нашу дискуссию продолжим, мой коллега, звукорежиссер Евгений Копейн сегодня обеспечивал техническую сторону эфира, мы с вами снова встретимся через неделю, в гостях у нас будет мемориал Жанни Солипко, спасибо и до свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...